К международным новостям. Партия канцлера Германии Ангелы Меркель заняла третье место на местных выборах. Эксперты говорят, это показывает, что народ сильно разочарован во фрау Меркель. Что пишут местные газеты по этому поводу? Сейчас спросим у нашего корреспондента на месте Натальи Гончаровой. Наташ, привет тебе. Что пишут газеты? Расскажи. Светлана, я приветствую тебя. Итоги шоком для канцлера Германии. Что ж, давайте сейчас вместе с вами полистаем эти издания, посмотрим, как же подается это событие. Кстати, все это делают абсолютно по-разному. Ну что ж, начнем с авторитетнейшего Дертагешпигеля. Вот мы можем видеть у них на обложке такую достаточно символичную картинку. Это стрелка, которая указывает вправо. Ну то есть, соответственно, это символ того, что сейчас на севере Германии нарастают настроения сторонников правых. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что эта стрелка не просто так окрашена в голубой цвет. Дело в том, что это цвет партии альтернативы для Германии, которая взяла верх над христианской демократическим союзом Ангелы Меркель. Ну и также здесь внизу, соответственно, сноска, что АФД, то есть альтернативой для Германии, стала второй по величине партии в Мекленбурге. Что ж, идем дальше. Следующее издание, которое вместе с вами посмотрим, это «Франкфуртер Альгемайне». Кстати, отличаются журналисты вот этого вот СМИ, что все новости они подают очень аккуратно, дипломатично. И, собственно говоря, итоги выборов вчерашних в Мекленбурге не исключение. Они не стали делать акцент на противостоянии АФД, то есть альтернативы для Германии и ЦДУ, то есть христианской демократической союзе. Они просто дали в заголовке, что СПД, то есть социал-демократы, заняли первое место на вчерашних выборах. Ну а вот об этом противостоянии и о крахе политики Меркеля они сегодня не писали. Ну что ж, абсолютно в стиле журналистов «Франкфуртер Альгемайне». Ну что ж, идем дальше. «Берлинер Сайтунг». Вот. У них здесь также в заголовке мы можем видеть, что АФД выиграла у ЦДУ, соответственно, заняла второе место. И, кстати, здесь внизу в сноске указано, что один из пяти, каждый фактически, то есть один избиратель из пяти голосовал как раз-таки за АФД. Но внутри достаточно большой материал по итогам вчерашнего голосования. Ну и в заключении хочу вам показать издания «Дивельт». Они отличились больше всего. Здесь самый такой, можно сказать, резкий заголовок. Здесь написано, что результаты голосования, результаты партии «Альтернативы для Германии» оскорбляет христианско-демократический союз. То есть делали они как раз-таки такой достаточно большой акцент на этом противостоянии. Ну что ж, вы можете видеть, что очень много освещают итоги вот этих вот выборов в немецких СМИ. Очень многие журналисты говорят, что фактически это начало перестановки сил на немецкой политической арене. И, конечно, интересно, какие будут итоги выборов здесь, в Берлине, которые состоятся через две недели. Что сейчас немножечко, буквально расскажу вам, почему эти выборы так важны, почему за ними нужно следить не только немцам, но и нам, например, в России. Вообще вот эта вот земля, Мекленбург, Переднее Померание, интересно тем, что именно здесь, в 1990 году, Ангела Меркель получила свой мандат. То есть там началась ее политическая карьера. Поэтому для канцлера Германии очень важный психологический момент всегда показывать хороший результат именно на этой земле. Ну и, соответственно, провал в Мекленбурге для Меркель – это такой своеобразный сейчас сигнал того, что ее политика не популярна. Кстати, интересная деталь, что Мекленбург – это одна из самых бедных земель Германии. Но, однако, несмотря на вот эту вот бедность, людей волнуют в основном даже не экономические вопросы, а именно проблема с мигрантами. Они недовольны миграционной политикой Меркель, поэтому очень многие люди в знак протеста пошли и проголосовали не за партию канцлера Германии, а, соответственно, за альтернативу для Германии, то есть АИД, при этом понимая, что жизнь их к лучшему вряд ли поменяется. Ну что ж, Светлана, вот такие вот сегодня заголовки в местных средствах массовой информации. Тебе слово передаю. Наташа, спасибо тебе большое. Будем следить за развитием событий. Это была моя коллега Наталья Гончарова. Она рассказала о реакции немецких СМИ на результаты прошедших выборов. Над выражением Меркель на выборах уже поглумилась лидер Французского народного фронта Марин Лепен в своем твиттере. Посмотрите, она поздравила евроскептиков с победой. То, что еще вчера было немыслимым, сегодня стало возможным. Патриоты из альтернативы для Германии смели партию Меркель. Мои поздравления.